Подходит к концу второй круг гонки. Что же, Алексей неплохо прорвался по отношению к своей стартовой позиции. К сожалению, не удалось ему выйти. Клификация дальше первого сегмента. Но, как мы видим, в гонке снова темп появляется у болида. И посмотрим, насколько хватит этого темпа. И куда сможет он забраться в последующем. Сразу две пары пилотов сражаются одновременно. Роман Гажан сражается с Никитом Азепиным. А также позади них идет Серхио Перец, который в свою очередь пытается оторваться от Александра Албана. И контакт между Никитом Азепиным и Александром Азепиным. Из-за этого пилоты оттормажутся, чтобы избежать контакты. Но срабатывает эффект гармошки. Из-за этого пилоты позади, которые не успели оттормозиться. Все-таки допускают контакты. И по итогу у нас выезжает машина безопасности. Больше половины гонки уже позади. Даже осталась одна треть буквально гонки. Алексей Бориса с Эстебаном Аконом за четвертую позицию. Позади них также уже подъехал Себастьян Фетель. Который в случае также хочет отыграть свои позиции, потерянные на пидстопе лишним. И Алексей все-таки проходит в шиканье Себана Акона. И выбирается вперед. Но посмотрим, сможет ли он оторваться от Француза. Поскольку теперь у Акона будет возможно использовать слепстрим от Алексея. Но позади Фетель начинает атаку на Акона и без проблем проходит в скоростном повороте. Отличный обгон, но позади тебя теперь едет Фетель. Так что он в следующую кругу скрессирует и атакит от него. И Себастьян не откладывает долгий ящик. Обгон Алексея. Что же, обратная длинная прямая ДРС слепстрим. Но Алексею удается сдержать Фетеля позади. И возможно Фетель будет пытаться так вот уже на торможении к самому повороту. Да, он смещается на внутреннюю траекторию. И бок о бок о не проходит поворот. Но Алексей чуть лучше выходит. Но дальше нас ждет еще одна прямая. Уже не будет ДРС крыла, конечно. Но будет опять же слепстрим. И по внутренней в 14-м повороте Фетель все-таки атакует Алексея. Бок о бок о не проходит поворот. Фетель чуть лучше выходит. Но впереди ждет нас старт-финишная прямая. Где у Алексея будет возможность открывать ДРС крыло. И посмотрим. Возможно мы увидим все-таки контратаку от Алексея. Но как мы видим в данный момент у него также появляются проблемы позади. В лице Эстабана Кона. И скорее всего Фетель останется на 4-й позиции. Посмотрим удастся ли ему навязать борьбу уже Мерседеса. Прямая Мистраль. Последний круг. И атака Эстабана Кона на Алексея в борьбе за 5-ю позицию. Алексей смещается на внутреннюю траекторию. Но Кон обгоняет еще до точки торможения. До конца круга остается совсем по сути немного. Остается лишь 3-й сектор. И посмотрим удастся ли Алексею опередить и вернуть 5-ю позицию. Что же этап завершается дублем для Мерседеса. Третье место занимает Себастьян Фетель. Алексей, к сожалению, не смог вернуть себе 5-ю позицию. Но все равно 6-я финишная позиция по отношению к его стартовой 16-й. Это достаточно неплохо. Отличная гонка, друг. 16-й позиции на 6-ю. Просто супер. Да, отличная работа, ребят. Но могло быть и лучше. Вторая позиция у старта. Отличная работа. Начинается второй круг гонки. И что же, Алексей продолжает преследовать Вальтери Ботаса, который идет в данный момент на альтернативную стратегию. Он стартовал на медиуме, поскольку прошел в 3-й сектор на таком самом медиуме. Что же, посмотрим, какая стратегия будет эффективнее. Стратегия Soft Hard или же Medium Hard. Виктория атакует в борьбе за вторую позицию Алексея. И что же, предпоследний поворот. Алексей перекрещивает траекторию и остается на своей второй позиции. И продолжает преследовать Вальтери Ботаса. И первый попытка Алексея атаковать Вальтери Ботаса в борьбе уже за первую позицию. Торможение Алексея сопротивляет дистанцию. И чуть лучше выходит он из третьего поворота. И бок о бок, конечно, отъехать по прямой. Но все-таки Ботас вырывается на первую позицию. Но у Алексея есть ДРС, крыло. И бок о бок уже входит четвертый поворот. Алексей на высшей траектории. И без проблем Алексей выбивается на первую позицию. Но, опять же, вопрос, сможет ли он сохранить данную позицию. Ведь впереди у Ботаса будет несколько ДРС прямых. И валит дым из боли до Вильямса. И, к сожалению, Рассел завершает досрочно свое выступление на гран-при Австрии. И вслед за этим у нас выходит машина безопасности. На трассу выходит машина безопасности. Потихоньку в гонщике заезжает на пидстоп и переходит на стратегию в два пидстопа. Но на трассе остается до сих пор Алексей и Льюис Хэмитон, которые еще едут на софте. И ждут своего единственного пидстопа. И также между двумя этими болидами едет Вальтери Ботас. Который постепенно начинает уже получать преимущество за счет медиума. Вот Льюис выезжает со своего допланированного пидстопа на жестком тепле резине. Алексей пролетает мимо. И, как мы можем заметить, между ними теперь образуется небольшое расстояние в одну секунду. Но перед Алексеем в данный момент идут несколько болидов, которые еще не заезжали на пидстоп. Либо уже заезжали, но опять же застряли за более медленными болидами. Коем являлся Макс Верстаффен, который застрял за впереди идущим болидом Вильямса. И теперь наконец-то он сможет отправиться вперед в борьбу за позиции. Поскольку впереди гонщики также уже сделали свой пидстоп. Интересно будет посмотреть все-таки, какая стратегия сработает. Стратегия одного пидстопа или стратегия двух пидстопов. Поскольку в данный момент очень много гонщиков пришли на стратегию именно двух пидстопов. Алексей тем временем подъезжает к Максу Ферстаппену. Начинает с них борьба бок о бок на подъеме к третьему повороту. Алексей Павлович, который пытается обойти Ферстаппена. И у него это удается, даже несмотря на то, что у Ферстаппена, по сути, стоит свежий достаточно комплект резины софта. И разница у них должна быть большая. Но это не мешает Алексею без проблем провести атаку. Льюис тем временем также провел атаку. Но Ферстаппену все-таки удается ему удержаться за Льюисом и навязать уже борьбу за данную позицию. Небольшой инцидент происходит на въезде в пидстопы. Мазепин въезжал в пидстопы и затормозил болид Racing Point, в который чуть не уперся Алексей. Субтитры создавал DimaTorzok Ботас сворачивает на свою запланированную остановку, как уже делали многие пилоты, которые идут на стратегии двух пидстопов. Что ж, смотрим, что Ботасу поставят за резину. Ему ставят софт. Интересный вариант. Неужели и Ботасу решили сделать стратегию в два пидстопа? Ведь до конца гонки остается чуть больше половины дистанции. И это может стать ошибкой, возможно, Мерседесе, как это уже было в Канаде. Но посмотрим, как оно пойдет. Ботас позади тебя едет на свежем комплекте софта. Мы думаем, что он пойдет, скорее всего, на два пидстопа, так что как можно дольше его сдерживаю, а потом пускай едет вперед. За счет пидстопа Вальтере Алексею удалось выйти на первую позицию. Но расслабляться рано, поскольку оппонент позади имеет более мягкий комплект резины. И за счет этого ему намного проще будет проходить повороты. И, соответственно, он достаточно быстро сокращает дистанцию. Вальтере уже буквально лисит на хвосте за круг. Снял он чуть больше секунды до Алексея. И теперь начинается уже борьба за первую позицию. Но главный вопрос, что будет по стратегии Вальтере, поскольку если у него стратегия в два пидстопа, то чем дольше Алексей будет сдерживать, тем лучше же для самого Алексея, поскольку Вальтере не сможет так далеко оторваться до своего пидстопа. Но если вдруг это будет стратегия уже до конца гонки на софте, то навряд ли удастся Вальтере. Но, хотя если он будет прям беречь по максимуму резину, то да, может быть и хватит. Но в данный момент происходит борьба за первую позицию. И я не думаю, что Вальтере в данный момент думает о резине, а думает наоборот, как можно быстро пройти Алексея, чтобы как раз-таки начать экономить резину. То, что Алексею можно беспокоенно ехать до конца гонки, и Харт не особо так быстро и уйдет у него. Ботас не отпускает Алексея, очень близко он идет к нему, и в данный момент у Ботаса будет возможность открывать ДРС, крыло, и скорее всего будет атака. Да, атака идет на старт синичной прямой, посмотрим, удается ли Ботаса ее завершить до точки торможения. И чуть-чуть да, вперед он выходит, но бок о бок не проходит первый поворот, и Алексей был позади Ботаса на точке детекции, за счет чего у Алексея возможность появляется открывать ДРС, крыло, и это даст ему возможность остаться на первой позиции, но дальше идет следующая прямая уже после третьего поворота, где уже у Ботаса будет возможность открывать ДРС, крыло, и в данный момент, да, Алексей имеет небольшое преимущество по расстоянию до Ботаса, но за счет крыла и слепстрима Вальтер мгновенно сокращает дистанцию до Алексея, и начинается снова у них очень близкая погоня. Второй сектор, в котором как раз таки по максимуму можно раскрыть потенциал более-менее свежих еще софтов, и по мнению территории в пятом повороте Ботас все-таки вырывается вперед. Когда там пистоп у Ботаса будет? Судя по всему, он едет до конца гонки на этом комплекте резинов. Серьезно? Он же в середину гонки на ней едет. Он даже, скорее всего, до конца даже не затянет. Но, как видишь, ему это удалось сделать. До конца гонки остается буквально несколько кругов. Ботас по итогу не заезжает в боксы, и большая дистанция он проехал на софте, что, как по мне, достижение для Мерседеса, поскольку, если бы они зазвали Ботаса на второй пистоп, это был опять проигрыш по стратегии, как это было с Льюисом в Канаде. Но Ботас продолжает ехать уже 13-й круг на этой резине. До конца гонки остается 6 кругов, и похоже, что Ботас едет до конца уже точно гонки. И, скорее всего, Вальтри заработает победу на этапе в Австрии. Вторая позиция, друг. Отлично. Подиум очередной для нас. Да, отличная работа по ходу всего уикенда, ребят. К сожалению, не удалось побороться за первую позицию, но все же вторая. И Гастун, красные огни, пилоты срываются с места. Неплохо стартуют оба Мерседеса. Позади Феррари немножко замешкались. И вперед у нас сразу же выходит Ботас на первую позицию. Позади Макс Феррстаппин начинает атаку двух болидов Феррари. И сразу же проходит и Феттеля, и Леклера на выходе с третьего поворота. И тут же начинается уже борьба с Льюисом за вторую позицию. Неплохо. Феррстаппин стартовал. Феррари же, как я и сказал, замешкались. Тут же Феттель проиграл две позиции. Леклер лишь одну. Ну, а у нас продолжается борьба бок о бок. Весь первый сектор едут Феррстаппин и Хэмлитон в борьбе за вторую позицию. И что же, кто у нас будет впереди по окончанию первого сектора? И Макс все-таки вырывается вперед. Также посмотрим, как у нас старт проходил позади, где Алексей у нас не смог снова пройти во второй даже степень квалификации. Стартует он с середины пилотона. Уже неплохо смог прорваться в первом повороте. Ко второму по внешней траектории пытается обойти Рикьярда и Акона. С Аконом у него получается в данной действии, но вот с Рикьярда не получается. Ну, и сейчас лучше выходит, что повороток бок о бок проходит. Он с Рикьярда седьмой поворот. Подъезжают они к Шикане и что же, посмотрим, что у нас получится сделать по торможению у Алексея. Придет ли он Рикьярда? Да, он проходит Рикьярды и еще при этом навязывает борьбу и Норрису. И проходит также Норриса. Очень хороший старт от россиянина. Посмотрим, сможет ли он продолжить данный прорыв дальше. Начинается вторая волна пистопов. Лидеры уже заезжали на трюб и запланирован пистоп. Большинство пилотов едет на стратегии двух пистопов. Но те, кто стартовали на медиуме, ездят на стратегии одного пистопа. Единственное изменение, это Ферстаппин, который также стартовал на софте, как и вся первая десятка. Он поехал на стратегию одного пистопа, он заехал чуть позже, взял себе харды и до конца гонки будет пытаться ехать. И проблему у Пьера Гасли с болидом отказывает силовая остановка. И, к сожалению, француз сходит с дистанции. Из-за схода Гасли на трассу ушла машина безопасности, из-за чего немного у людей поменялась тактика. Из-за этого лидеры смогли заехать на свой второй пистоп. Что же, начинается у нас снова гонка. Впереди у нас едет Вальд Риботтас, за ним Макс Ферстаппин. Ну а на третьей позиции идет Льюис Хэмилтон. Также позади потихоньку у нас Алексей прорывается, уже едет на пятую позицию, но его атакует Карл Сайенс в борьбе за ту же пятую позицию. Но на выходе из первого поворота Алексей удается удержать позицию за счет мягкого комплекта резины. Все-таки Сайенс пытался навязать борьбу, но уже на входе в третий поворот Алексей одерживает победу над Сайенсом. И теперь пускается в погоню за Эстебаном Аконом и, соответственно, за четвертую позицию. И вот, наконец-то, Алексей подобрался достаточно близко к Эстебану. Посмотрим, удастся ли ему на вторую прямую уже навязать борьбу в третьем повороте. За счет первой стартовой прямой он смог подобраться ближе к Акону. Но дальше все-таки идет небольшая прямая, да, с ДРС, но этот ДРС не сильно эффективен. И да, Алексей только удалось лишь приблизиться, так что будем ожидать теперь атаку на следующем кругу. У вас заканчивается очередной круг. Алексей достаточно близко выходит к Эстебану в слепстрим ДРС. Также обгонная кнопка и начинает Алексей сокращать дистанцию до Акона. И по внутренней траектории атака, по сути, дайв-бомбинг происходит на Эстебана. Бок о бок они начинают переехать. Дальше идет следующая прямая с ДРС. И тут уже эта прямая может помочь Алексею для атаки Эстебана на третьем повороте. И проходит атака. И Алексей выходит на четвертую позицию. Дождь начинается в боксе на этом кругу. На трассу начинает потихоньку капать дождь. Из-за этого трасс начинают заезжать кто на третий, кто на второй пидстоп. Ферстаппин имеет очень большой трефот Алексея, который идет на второй позиции. И заезжает он первым. И, соответственно, без проблем выезжает без типа больших потерь по времени. Но вот для Мерседеса, к примеру, это большая потеря, поскольку они только недавно пересели на свежий тип Мидиума. И для них это большая потеря по позициям. Несколько гонщиков не заехало на пидстоп. И в данный момент они идут перед Максом Ферстаппином. Посмотрим, как быстро Ферстаппин их сможет обойти. Но все-таки будем помнить, что в Венгрии крайне необгонная трасса, начиная со второго сектора. И да, Ферстаппин уже упирается в Леклера, который едет на Харде. И который страдает в данных погодных условиях, поскольку не может он быстро выходить из поворотов, что может делать, например, Ферстаппин. Но, как мы видим, Ферстаппин продолжает следовать за Леклером. И это может быть, на самом деле, большой проблемой для самого Макса, который начинает очень много терять по отношению к Алексею. Продолжай ехать в том же ТЭПе, Ферстаппин застрял за Леклером. Ты скачаешь уже 20 секунд до Ферстаппина. На 30 секунд отставал Алексей от Макса. Для Алексея это идеальная возможность сократить все отставание до Макса Ферстаппина. И также возможно навязать ему борьбу за первую позицию. Уже между ними буквально 5 секунд. И при этом Макс продолжает ехать позади Леклера, который его не пускает. И это просто на руку Алексею. И потихоньку Макс пытался по внутренней траектории пройти Леклера, но он перекрыл ему. И, наконец-то, болиды перед Ферстаппином уходят на пидстоп. И теперь между Максом Ферстаппином и Алексеем буквально 3 секунды разницы. Посмотрим, сможет ли Алексей догнать Ферстаппина на последних 8 кругах и навязать ему борьбу за первую позицию. Круг за кругом Алексей скачает по полсекунды дистанцию до Ферстаппина. И, скорее всего, на последних кругах мы увидим борьбу за первую позицию. И это просто фантастика для Алексея, поскольку стартовал он далеко позади Макса. И за счет как раз таких болидов, которые мешали Ферстаппину держать отрыв, сейчас Алексей имеет возможность побороться за первую позицию. И вот между гонщиками буквально несколько десяток секунд. Гоба гонщика скоро выйдет на старт-финишную прямую, где у Алексея будет преимущество в виде слип-стрима. Но все-таки, как мы понимаем, дождь. Недостаточно непростые условия для обгона, в принципе, особенно на фунго-роринге. Ну и что же, Ферстаппин чуть лучше выходит из последнего поворота, за счет чего он отрывается вперед. И Алексей только смог сократить дистанцию, которую Макс выиграл за счет лучшего выхода из последнего поворота. Алексей чуть лучше выходит из первого поворота. И что же, атака на третьем повороте. Макс ошибается на торможении, блокирует себе колесо. Чем пользуется Алексей и ныряет в внутри часть поворота. И бок оба, конечно, надо проходить первый сектор, точнее его окончание. И Алексей выходит на первую позицию по окончании четвертого поворота. Но у Ферстаппина еще есть время отыграть эту первую позицию обратно. Посмотрим, хватит ли ему темпа, поскольку Алексей в данный момент едет очень быстро по отношению к Ферстаппину. Как я говорил ранее, по полсекунду снимал с круга по отношению к Максу. Но, как мне кажется, все-таки Ферстаппин сейчас должен поднапрячься и пытаться вернуть эту первую позицию. Постараюсь сохранить темп и тогда на контактах лодки это гарантировано первое место. Старт-финишная прямая между гонщиками уже секунда и одна десятая. И с таким темпом, если Алексей дальше пойдет, то без проблем выиграет гонку. И что же, провал небольшой для Артбулла. Казалось бы, стратегия у них была выигрышная. Один пистоп по отношению к двум пистопам всех остальных гонщиков из первой десятки. Но вмешался дождь, вмешалось то, что гонщики некоторые не заехали сразу на пистоп. И это позволило Алексею, по сути, выиграть данную гонку. Ведь если бы, по сути, не Леклер, то Ферстаппин продолжил бы лидировать с уверенным отрывом. Так что Леклера надо удостоить званием гонщика дня, который помешал Рэдбуллу выиграть данную гонку. Что же, последний поворот. Алексей завершает того. И это победа для Russian Time. Что же, поздравляем их после неудавшегося этапа в Англии, который завершился вне очковой зоны. Блестящая, просто блестящая гонка. Поздравляю, первая позиция и снова подиум. Отличная работа, ребят, на пистопе. Просто супер. Все сложилось нам на руку. Спасибо Леклеру за это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok